Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги. Александр Александрович, я признателен за возможность выступить на данной конференции. В докладе будут освещены особенности обследования и выработка тактики лечения больных плоскоклеточным раком пищевода. И во главе пирамиды стоит правильное обследование, правильная выработка клинической стадии. Отсюда и идет дальнейшая судьба пациента в плане выработки правильного алгоритма лечения. В 2021 году выявлено почти 6,5 тысяч больных, у которых установлен диагноз рак пищевода впервые в Российской Федерации. Это данные отечественного конца регистра, это самые свежие данные. За 2022 год еще не опубликованы. Если мы посмотрим по стадиям, как исторически сложилось, первая стадия реже всего выявляется, чаще выявляются больные уже на третьей и четвертой стадии заболевания. Однако, если мы посмотрим на вариант лечения, варианты лечения с учетом стадии, они идут в разрез клиническим рекомендациям. И львиная доля этих пациентов, она оперируется, и никакого другого лечения этим пациентам не предлагается. И, к сожалению, до сих пор остается, часть больных получает самостоятельную лучевую терапию, которая на сегодняшний день неприемлема, потому что является малоэффективной. А именно, вот эта не до конца правильная стратегия лечения с учетом стадии, она отражается в отдаленных результатах. Всем известны результаты протокола КРОС, в котором комбинированное лечение больных раком пищевода, плоскоклеточного рака, привело к увеличению медианы выживаемости в 4 раза, а безрецидивная выживаемость увеличилась почти в 7 раз. И в этом именно протоколе представлены те больные, по сути, которые в нашей стране считаются вроде бы как ранние стадии, то есть это Т1Н1. При этом, если проводить комбинированное лечение, то результаты значительно лучше. Во главе пирамиды стоит правильная диагностика, и она всем известна, эта диагностика, в чем заключается. Хотелось бы остановиться на ПЭТ-КТ, который является эффективным методом неинвазивной диагностики, обладает высокой специфичностью и чувствительностью. Специфичность она превышает 90%. Золотым стандартом лечения больных местно распространенным плоскоклеточным раком пищевода является предоперационная химио-лучевая терапия. Опубликовано многочисленное количество исследований, в частности, приведен метаанализ, в который включено 2500 пациентов, всего 16 исследований. В этом случае, в том числе, 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 в том Что касается терапевтической части этих осложнений, в представленном метаанализе проанализировано 13 публикаций. Общая частота клинически выраженных кардиальных осложнений после предоперационной химио-лучевой терапии приближается к 11%. А в сроки, превышающие 3 месяца после химио-лучевой терапии, хирургия сопряжена с техническими сложностями, обусловленными фиброзом, нарушением слоев и нарушением трофики. В данном исследовании речь идет о больных раком грудного отдела пищевода, которым планировалась самостоятельная химио-лучевая терапия, а те больные, у которых не был достигнут полный ответ, и либо те, у кого возник ранний рецидив в течение года, были оперированы. 90-дневная летальность у этой категории пациента составила практически 9%. Результаты онкологического научного центра имени Блохина за последние 12 лет свидетельствуют о том, что больные, которым была проведена предоперационная химио-лучевая терапия, имели статистически значимое увеличение частоты пневмонии и сердечно-сосудистой недостаточности по сравнению с теми пациентами, кому не была проведена лучевая терапия до операции. А эти данные за последние 3 года также стоит отметить, что частота пневмонии и сердечно-сосудистой недостаточности даже с учетом современных возможностей планирования лучевой терапии остаются высокие после предоперационной химио-лучевой терапии, однако на несостоятельность аностомоза выбор предоперационной терапии не влиял. Но здесь не приведены данные результаты за последний год еще. В прошлом году мы выполнили 24 операции в объеме субтотальной резекции пищевода по поводу плоскоклеточного рака пищевода. Всего выполнили 42 операции, там были больные, у которых кардиозофагиальный рак и так далее. И у нас за прошлый год была одна несостоятельность только у пациента, которому была проведена предоперационная химио-лучевая терапия, причем несостоятельность случилась через два месяца после операции. И во время операции был такой выраженный фиброз, что при пересечении пищевода стенки его хрустели. А несостоятельность через два месяца говорит о том, что этот аностомоз держался исключительно на швах, и как только они начали рассасываться, возникла несостоятельность. Представлено на данном слайде рандомизированное клиническое исследование, оно китайское, в котором были рандомизированы 264 пациента, пополам части пациентам была проведена химио-лучевая терапия предоперационная, а другой половине пациентам проводилась предоперационная химиотерапия. И данное исследование показало, что оба режима предоперационного лечения являются эффективными и безопасными, однако предоперационная химио-лучевая терапия увеличивает частоту морфологического, речь идет о степени лечебного патоморфоза, то есть химио-лучевая терапия увеличивает лечебный патоморфоз, частоту лечебного патоморфоза. В последние годы начали появляться статьи, которые говорят о том, что возможно ли больным отказаться от предоперационного лучевого компонента в комплексном и в комбинированном лечении плоскоклеточного рака пищевода. Эти сообщения, они, как правило, стартовали из Японии, из Азии, из Китая. И хочу сказать, что стандартом лечения больных плоскоклеточным раком пищевода в Японии является предоперационная химиотерапия с препаратами платины и фторпиримидинами, и существует позиция о том, что возможно отказаться от предоперационной химиотерапии в пользу предоперационной химиотерапии, и статистически значимой разницы в ряде исследований не было получено. Однако предоперационная лучевая терапия увеличивает частоту R0-резекции у больных с погранично-резектабельными опухолями. И химиотерапия в режиме доцетоксел, цисплатин и фторпиримидинами является допустимым вариантом предоперационной химиотерапии. В опубликованном метаанализе порядка 22 исследований, всего 2000 пациентов, в котором сравнивалась эффективность предоперационной химиотерапии и химиолучевой терапии, достоверного выигрыша от того или иного метода лечения не было получено. Что касается самостоятельной лучевой терапии, этот метод является недостаточно эффективным, и применять самостоятельную лучевую терапию у больных плоскоклеточным раком пищевода не рекомендуется. Всегда следует проводить лучевую терапию совместно с химиотерапией, чтобы добиться наиболее удовлетворительных результатов. На сегодняшний день существует ряд исследований третьей фазы, которые рандомизированы, которые сравнивают эффективность предоперационной химиолучевой терапии и химиотерапии у больных плоскоклеточным раком пищевода. Наиболее крупные – это два китайских исследования. Суть заключается в сравнении, сравнивается с режимом CROSS. С одной стороны выполняется предоперационная химиолучевая терапия, а с другой стороны предоперационная химиотерапия. И данное исследование, оно японское, оно было первым, которое стартовало в 2012 году. Сравнивалось три рукава. В одном случае проводилась предоперационная химиотерапия с препаратами платины и фторпиримидинов. В другом рукаве применялась схема DCF. И третий рукав заключался в применении предоперационной химиолучевой терапии. Результаты данного протокола спустя 10 лет в прошлом году опубликованы на АСКО. И результаты говорят о том, что предоперационная химиотерапия является не хуже, она по крайней мере равнозначной, а может быть и лучше, чем предоперационная химиолучевая терапия у больных плоскоклеточным раком пищевода. И в выводе говорится о том, что предоперационная химиотерапия в режиме DCF может стать новым стандартом лечения больных плоскоклеточным раком пищевода. Однако, если мы обратим внимание на токсичность, получилось, что режимы DCF являются более токсичны, и в целом самостоятельная химиотерапия является более токсичной, чем предоперационная химиолучевая терапия. В онкологическом научном центре также ведется протокол, похожий на азиатский, в котором сравнивается эффективность предоперационного лечения больных раком пищевода с применением химиотерапии DCF, либо химиолучевой терапии. И следует отметить, что мы в последнее время с DCF перешли на MDCF с редукцией дозы цисплотина и доцетоксела в связи с токсичностью данного режима. Применение химиолучевого лечения является своего рода вариантом локального воздействия. Данное локальное воздействие может решаться путем хирургического, путем выполнения операций. А известно, что, как правило, прогрессирование у больных раком пищевода происходит за счет отдаленных метастазов. Как правило, редко мы наблюдаем, по крайней мере у нас в клинике, редко мы наблюдаем местные рецидивы. И не стоит пренебрегать хирургическим этапом лечения, и лимфодисекция не должна выполняться в абортивном варианте или в избирательном варианте. Иначе мы будем все больше и больше получать такого рода публикации, в котором говорится о том, что самостоятельная химиолучевая терапия дает такие же результаты, что и комбинированное лечение с применением предоперационной химиолучевой терапии и операции. Получается, что операция не нужна. А такие исследования основаны на тех данных, когда выполняется операция в неполном объеме и выполняется неоптимальная лимфодисекция. Будущее лечение больных плоскоклеточным раком пищевода видится в применении иммунотерапии в будущем. На сегодняшний день существует множество исследований, в котором применяется иммунотерапия в предоперационном режиме. Это либо химиоиммунотерапия, либо иммунохимиолучевая терапия. А у тех больных, которые не планируются оперировать, изучаются варианты самостоятельной химиоиммуно-лучевой терапии. И именно этот вариант лечения может быть потенциально новым вариантом предоперационного лечения больных плоскоклеточным раком пищевода. Благодарю вас за внимание. Есть вопросы? Так, вопрос из чата. Если лучевая терапия малоэффективна, зачем назначать неоадювантную лучевую терапию? А неоадювантную лучевую терапию не нужно назначать. Нужно назначать неоадювантную химио-лучевую терапию. Нужно проводить всегда радиомодификации. Стандартом лечения является предоперационная химио-лучевая терапия с применением препаратов по клетоксалкарбоплатин и лучевая терапия в суммарно-очаговой дозе. Разные режимы допустимы. Оптимальной является от 41 Грея до 50 Грея применяются такие режимы терапии. Продолжение следует...